Европарламент принял закон, который будет регулировать использование искусственного интеллекта. Депутаты считают этот шаг историческим. Законопроект предусматривает разделение систем искусственного интеллекта на четыре группы по степеням риска. Например, в группу неприемлемого риска включены системы, предназначенные для воздействия на подсознание людей, система социального рейтинга, разделяющая граждан по некоторым характеристикам на категории, а также система распознавания в режиме реального времени. «Сегодня у нас в парламенте в последнюю минуту возникли разногласия по одному пункту, предложенному комитетом, о сохранении чёткого запрета на биометрическую идентификацию в режиме реального времени. Были попытки это политизировать, превратить в инструмент пропаганды. Но мы победили в парламенте, добившись гарантии, которая позволит избежать любого риска массовой слежки». В группу высокого риска войдут системы, которые применяют при создании товаров и оказании услуг. Правило коснётся, например, игрушек, автомобилей и медицинской аппаратуры. Также в эту группу включены системы, которые генерируют контент. В группу низкого риска включат все остальные системы. Они должны быть достаточно прозрачными, чтобы пользователи чётко видели, что имеют дело с искусственным интеллектом. «В будущем нам понадобятся чёткие правила для ограничения использования искусственного интеллекта. И есть то, в чём мы не пойдём на компромисс. Развивающиеся технологии должны идти рука об руку с нашими фундаментальными правами и демократическими ценностями». Законопроекта ещё должны одобрить Еврокомиссия и Европейский совет. Он вступит в силу примерно к 2025 году.